Вы смотрите новости на телеканале Дом, в студии Светлана Леонтьева. Здравствуйте! Кризис базовых ценностей, чести и достоинства. Александр Тупицкий, глава Конституционного суда, на которого пала тень подозрения в коррупции, вместо добровольной отставки, как это было бы в демократических странах, не подчиняется указу президента и пытается удержаться у власти. Почему все эти попытки со вчерашнего дня незаконны? Мои коллеги расскажут. Александр Тупицкий созывает специальное пленарное заседание КСУ. Такое сообщение появилось в СМИ сразу после того, как президент отстранил его на два месяца от должности председателя Конституционного суда. А значит, со вчерашнего дня Тупицкий вместе со своей должностью лишился права созывать и участвовать в заседаниях КСУ. За законом про Консийный суд Украины специальное пленарное заседание может быть исключено только главой Консийного суду Украины или особой, которая выполняет его повноважение. Пан Тупицкий не имеет на сегодняшний день повноважения ни как судья, ни как глава, который отсторонен от посады, исключить специальное пленарное заседание Консийного суду. Да, и отстранение Тупицкого было вынужденным шагом, ведь лишившись полномочия, он не сможет препятствовать расследованию уголовного дела, где Тупицкий фигурирует в качестве подозреваемого. Несмотря на нормы закона, отстраненный председатель Конституционного суда всячески пытается удержаться в своем кресле. На официальном сайте КСУ сегодня появилось заявление юрдепартамента. Александр Тупицкий, по их мнению, должен продолжать выполнять свои обязанности, а президент отменить указ об его отстранении. Вот только никакой юридической силы у этого заявления нет. На сайте Конституционного суда это подмена понятий и никаким образом не относятся к истине правдивой информации. Есть просто размышлениями некоторых людей в секретариате, которые однозначно надо реформировать. Точно так же может быть кто-нибудь прийти туда написать на этом официальном сайте, кто угодно. Например, бухгалтерия, еще какие-нибудь структурные подразделения секретариата. И после этого медиа будет комментировать, что это позиция Конституционного суда. Такие вещи недопустимы в правом государстве. Для нынешнего состава КСУ, по мнению экспертов, это обращение – последний шанс удержаться в своих креслах. Для того же Тупицкого и для большей части судей Конституционного суда, знаете, как в известной светской комедии, либо я ее введу в ЗАГС, либо она меня к прокурору, либо они каким-то образом добиваются того, что эта история каким-то образом забывается, либо же в конечном счете их все равно ждет ответственность за те решения, которые они принимали. А Тупицкого еще и уголовная ответственность за те нарушения, которые он предпринял еще до того, как возглавил Конституционный суд. Поэтому это патовая ситуация. В минувший понедельник офис генерального прокурора сообщил Александру Тупицкому о подозрении. По версии следствия, он причастен к махинациям с приватизацией Узуевского энергомеханического завода. А после, пытаясь скрыть, это подкупил свидетеля. Однако это не единственное темное пятно на репутации Тупицкого. ГБР проверяет его причастность к преступной организации, а также незаконное приобретение участка в оккупированном Крыму и даже государственную измену. Татьяна Сулей, Киев, твой дом. Иран готов выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе украинского авиалайнера в небе над Тегераном. Об этом сообщило Иранское государственное информагентство. Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным говорить о каких-либо конкретных суммах до завершения расследования и установления причин трагедии. По меньшей мере, 13 человек погибли и десятки получили ранения во время атаки на международный аэропорт Адена, временной столицы Йемена. Взрыв и перестрелка произошли, когда там приземлился самолет из Саудовской Аравии с новым правительством страны. Примеры другие члены кабинета не пострадали, их доставили в президентский дворец, они в безопасности. Накануне президент Йемена, который находится в Саудовской Аравии из-за гражданской войны, назначил новое правительство из 24 министров. Кадровые ротации в регионах. Владимир Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской обл. госадминистрации Андрея Байчука. Рекомендация от президента – успешная командная работа. Новоназначенный губернатор сказал, что заинтересован тесно сотрудничать с каждым руководителем общины села, города и района. Все семьи, которые в июне пострадали от взрыва многоэтажки на столичных Позняках, получили право собственности на новые квартиры. Некоторые уже даже начали ремонт. Как сейчас живут потерпевшие, расскажет Артем Голуб. Квартира у нас находилась на седьмом этаже, угловая сторона, получается, над белым балконом. Это была у нас одна комната из трех. После взрыва от нее не осталось ничего, потому что у нее даже повыпадали стены на наружную сторону. Юность Максима прошла в этом доме. Тут он прожил вместе со своей семьей больше 20 лет. 21 июня, когда взрыв газа разрушил многоэтажку, он с женой и детьми был у родителей под Киевом. О трагедии Максим узнал по телефону. Шок. Мы просто не понимали. Это был шок. Все говорят, главное, что вы живы. Страшно было, потому что мы уехали туда на два дня. Никто не предвещал никакой беды. В том плане, что как уехали, мы остались в одних шортах, футболках. Это лето было, жарко. И приезжаем, и говорят, что на территорию дома уже не пускают. Уже все зацеплено. Работает спасатель по поиску людей, которые находились на верхних этажах. Из-за взрыва тогда погибло пять человек. Через полгода в память о погибших соседях бывшие жильцы дома установили здесь арт-объект. Жильцы хотели показать то, что они прощаются со своими квартирами, со своим жильем, которое наживалось годами. Была инициатива создать маленький гробик, куда они сложили ключи от своих квартир. Семья Максима – одно из первых. Получила от государства новое жилье. Наш президент вручил нам, по-моему, третий или четвертый день сертификаты и ключи от новых квартир. Это 12 семей, у которых были маленькие дети. Довольны. Дали такую же, как у нас была, трехкомнатную. Пока больше ничего не могу сказать. По метражу дали больше. Мы на данный момент снимаем квартиру. Без крыши над головой из-за трагедии осталось 40 семей. Президент Владимир Зеленский тогда пообещал, что все пострадавшие получат жилье. Свое слово глава государства сдержал. И уже в ближайшие дни у людей будут на руках документы на новые квартиры. 24 родины имеют право властности на квартиры. 16 родин, соответственно, подали уже все необходимые документы на оформление права властности. И в ближайший тиждень мы также ожидаем, что 16 родин получат свои право властности. Новые квартиры приблизительно на 10% за площадью, больше, чем квартира в доме, что постраждал. После получения квартир жильцы получат от Киевской городской администрации дополнительную материальную помощь на ремонт и обустройство своего нового дома. Артем Голуб, Юрий Шульга, Киев, твой дом. Масштабные пожары в Луганской области, причины возгорания выясняли на третьем заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Заслушали представителя обл. администрации и провели работу для выплат всем пострадавшим. Подробности в материале моих коллег. Масштабные пожары в Луганской области летом и осенью 2020 года могут быть результатом намеренных действий или бездействия должностных лиц на местах. Об этом говорит народный депутат Руслан Горбенко. Для того, чтобы исследовать все обстоятельства, и была создана Временная комиссия. Она начала работу в декабре. Так как пожары в Луганской области приняли системный характер, мы наблюдаем два отдельных больших пожара. И один был небольшой с два летом, и один самый большой был осенью. Поэтому мы здесь наблюдаем системность и наблюдаем также бездействие органов ДСНС Украины в Луганской области. На заседании в среду присутствовал директор департамента по вопросам гражданской защиты Луганской ОГА Александр Чалый. Он ответил на вопросы членов комиссии. ВСК считают, ответственность за неэффективное тушение пожаров также могут нести руководители местных подразделений ГСЧС. В ноябре Госбюро расследований провело обыски в структурных подразделениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. По версии следствия, одной из причин больших масштабов пожаров были хищения топлива в ГСЧС. Просто одно из доказательств, почему так плохо проходили тушения и вообще координация при тушении пожаров летом и осенью. Когда пожарные машины подъезжали к лесу и им необходимо было проехать по горящему лесу к деревне и тушить жилые дома, просто водители отказывались туда ехать по одной простой причине. Автомобиль был заправлен ровно настолько, чтобы просто только доехать до лесу. Масштабные пожары в Луганской области в этом году тушили в июле, а также в сентябре и октябре. В них погибли 14 человек, 600 домов было уничтожено. Некоторые люди столкнулись с проблемой выплаты компенсаций, хотя правительство быстро выделило деньги в полном объеме. Решить проблему также помогли члены Следственной комиссии. С появлением нашей комиссии, темчасово с личью комиссии, чиновники в Луганской области начали шевелиться. Начали обращаться за помощью в Кабмин, к премьеру, к министру юстиции, к Денису Малюське, за помощью, чтобы все-таки наконец-то спустя много месяцев после пожаров помочь всем пострадавшим людям, которые до сих пор очень многие не получили компенсацию от государства. Деньги, которые были выделены Кабмином, практически молниеносно. А уже в области, как всегда, начались какие-то проволочки. На следующем заседании комиссия хочет пообщаться с Сергеем Гайдаем, председателем Луганской ОГА. Заседание пройдет 25 января. Юлия Крючкова, Телеканал Дом. Первый контракт на вакцину от COVID-19 Украина заключила с китайским производителем «Синовак Биотех». Первую поставку ожидают в феврале следующего года. Кого будут прививать прежде всего и сколько вакцин получит Украина в 2021-м, расскажут мои коллеги. Почти 2 миллиона доз вакцины Украина получит в начале следующего года. Министерство здравоохранения заключило первый контракт о поставках препарата производства компании «Синовак Биотех». Об этом в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, китайская вакцина прошла испытания и в Индонезии, и в Турции. Третья фаза клинических исследований завершается в Бразилии. Ею бесплатно будут прививать медиков, военнослужащих и пожилых людей. В стадии клинических исследований уже у них есть промежные результаты по Туречке, по Индонезии. Показали больше 90% эффективности этой вакцины. 7 сентября должны быть результаты самых клинических исследований. После того, что компания подается на регистрацию. И потом, в протяжении 30 дней, мы должны получать 700 тысяч доз этой вакцины. Мы рассчитываем самым лютым. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство работает над получением вакцин от COVID-19. Он напомнил, что Украина также договорилась о 8 миллионах доз бесплатной вакцины в рамках международной инициативы COVAX. И это еще не все. Еще будут все инши вакцины идти безкоштовные, про которые мы говорили, про то и минимум 8 миллионов, про то и над 16 миллионами. Всем выстачено. В январе следующего года также доставят около тысячи кислородных концентраторов в Харьков. И тогда, по словам чиновников, все нуждающиеся пациенты будут обеспечены необходимым оборудованием. Количество новых случаев и госпитализаций, по словам врачей, уменьшается. Я надеюсь, что будет улучшение, потому что идет тенденция к уменьшению пациентов на госпитализацию. Но я связываю все-таки с карантинными ограничениями, которые были введены. Я думаю, что это основное – прервать биологическую цепочку. Своя лаборатория для проведения диагностики на COVID-19 появилась у военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Ее оснастили современным оборудованием, которое выявляет антитела группы М у больных коронавирусом или носителей инфекции. Получить результат можно уже спустя несколько часов, что даст медикам возможность вовремя изолировать инфицированных. Тестирование на данной аппаратуре будет проводиться за медическими показами, а именно наявности симптомов, которые имеют возможность заподозрить COVID-19 у данной особи. Также возможное тестирование с профилактической целью. Второй день подряд выздоровевших в Украине в два раза больше, чем заболевших. За сутки побороли COVID-16 355 человек, тогда как новых случаев почти в два раза меньше. Влада Цуркан, Киев, Ивано-Франковск, Харьков, Днепро, Твой дом. Уже с Нового года украинцы будут платить за электроэнергию по единому тарифу. Кабмин отменил льготную цену на электричество для населения. Почему правительство приняло такое решение и каких платежек ожидать потребителям? Смотрим далее. Мои коллеги рассказывают. Отмена льготного тарифа. Если раньше потребители платили 90 копеек за киловатт-час за первые использованные 100 киловатт в месяц, то с Нового года электроэнергия для населения будет продаваться по единому тарифу. 1 гривна 68 копеек. Так решил кабинет министров. Мне это не нравится. Однозначно, да. И нам приходят странные платежки и так за электроэнергию. Типа в три раза выше, чем по факту. Так что нет, не нравится. Я до 100, поэтому по 90 это было более-менее приемлемо. А сейчас вдвойне считаю. Сложно. Газ, электроэнергия. И вообще все. Вы же видите цены в магазинах. Просто страшно. И Новый год очень грустный. А в Минэнерго объяснили. По факту тариф повысили до себестоимости электричества. Если бы не постановление Кабмина, цены для потребителей пришлось бы поднять до рыночных. Если бы уряд бы сегодня не принял это решение, то такая стримка с подвищением тарифа останется уже с 1 сентября 2021 года. Цена на электроэнергию для побутовых споживачей будет формироваться на рынковых условиях, что приведет до резкого приблизительно больше, чем в 2,5 раза, срастания тарифа на электричную энергию. Госкомпании «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» обязаны и в дальнейшем продавать электроэнергию населению по ценам ниже рыночных, решили в правительстве. На сегодняшний день цена все равно встанавливается вручную, встанавливается урядом. Я из всех категорий споживачей для бизнеса, например, вот ее уже полностью регулирует рынок. Гривня 68 – это именно столько стоит доставка электроэнергии до споживача. То есть, по факту, мы все равно, как споживачи в условиях рынка электроэнергии, мы не платим правильную цену электроэнергии. Мы платим буквально несколько копеек. И все равно в таком случае навантажение будет остаться на «Энергоатом» и на «Укргидроэнерго». Это две компании, которые дают электроэнергию для потреб населения. Тарифы на электричество для населения не меняли с 2017 года. Разницу между себестоимостью электроэнергии и низким тарифом для населения покрывали поставщики электричества. Дорожала только транспортировка электроэнергии. Когда те, кто промышленность платит много, а население мало. И за счет этого тариф покрывается. Стало уже невозможно. Сейчас очень большие долги на рынке электроэнергии перед производителями, перед поставщиками, перед передающими компанией «Укргидроэнергии». То необходимо было это датирование прекратить наконец. Повышение тарифов на электричество необходимо для восстановления баланса на энергорынке, говорят в Кабмине. На сегодня долг 65 миллиардов гривен. Светлана Сыч, Сергей Линский, Киев. Твой дом. Шесть тонн оливье на восьми машинах сегодня развезли волонтеры нашим военным по всей линии соприкосновения. Его три дня в две смены готовили неравнодушные киевляне. Как отреагировали бойцы на такой сюрприз в Луганской области, видела наша съемочная группа. Полторы тонны оливье и 300 килограммов мандарин и лимонов привезли волонтеры для защитников Украины в станицу Луганскую. В течение дня угощения развозили по позициям. Майонезом новогодний салат не заправляли, чтобы сохранить свежесть продуктов. Его передали отдельно. Для бойцов такое внимание стало приятным сюрпризом. Завжди на такие свята, даже в детстве мама готовила оливье. Это как символ новоречных свят. Конечно, что нужно. Очень благодарен волонтерам, что приехали. Привезли и нам. Может, и мы почувствуем какое-то свято. Повара Дмитрия застаем на кухне. Солдат готовит ужин. Гречку с подливой. Мужчина показывает нам свои приготовления на завтра. Немного оливье, шубу, а в холодильнике еще не застывший холодец. Для него 10 контейнеров с оливье от волонтеров намного облегчит процесс накрыть стол для сослуживцев. Повар готує надзвичайно смачно. Їда завжди свеженька, калорийна. Тобто нам якби всього достатньо. Вона є збалансована стосовно режиму. Він завжди нас питает, что бы вы хотели сьогодні поїсти. Можливо, есть какие-то особистые желания. Бойцы за считанные минуты разгружают микроавтобус. Счастливы от внимания волонтеров. Честно сказать, это сюрприз. Мы занимались своими работами, готувались до свято. Я была на чергованне, але ж дякую еще раз. Приятный? Звичайно приятный. Военные дежурят на позициях неустанно. Из-за морозов меняют друг друга каждые 2-3 часа. Игорь говорит, завтра Новый год встретит на наблюдательном пункте. Четвертый рік, Новый рік в окопах. Это пекет свято. Мы на работе. Мы выполняем свои обовязки. На данный час тиша. Поки что-то. А так, можливые провокации с их стороны, ну, не впевнены в этом. Можливые, а может и нет. То есть противник в любой момент может открыть огонь в нашу сторону. Новогодний салат для солдат киевские волонтеры готовят седьмой год подряд. В 2014 году на Донбасс для украинских воинов отправили первую тысячу килограммов оливье. Тогда это был рекорд. С каждым последующим годом цифра увеличивалась и достигла в этом году шести тонн. Кто-то принес десяток яиц, кто-то принес паку колбасы. У нас есть много людей, которые нас поддерживают, у которых есть свой бизнес, в мережах ресторанов в Киеве. И этого года мы поставили рекорд больше шести тонн. Это третья машина, которая выехала вчера. А в целом всего восемь машин, которые по всей линии фронта развозят Новогодние оливье. За Крымом 13 часов, очень тяжелая дорога, туман. Но на адреналин, оно варто того. Чтобы бойцам было, как дома. Чтобы они чувствовали поддержку, затишок и тепло. И чтобы про них помятают и про них знают. В течение дня салат развезли украинским военным по всей линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Станица Луганская. Твой дом. Классическая музыка под сводами Андреевской церкви звучит. Сегодня впервые исполняют две утраченные симфонии украинского композитора с мировым именем Максима Березовского. В 2020 году шедевры классика были найдены в Парижском национальном архиве украинским дирижером Кириллом Карабецем. За считанные дни он сделал редакцию найденных партий, а в эти минуты вместе с национальным камерным ансамблем киевские солисты проводят всемирную премьеру этих утраченных шедевров. Дуже хотелось сделать подарок людям после такого непростого, тяжелого года, ювелирного года Березовского. И тут возникает эта история, я просто не мог не довести ее до конца. С пожеланием веры, духовности и крепкого здоровья. Я прощаюсь с вами до 22.00. Новости телеканала Дом всегда можно найти в YouTube, Facebook и Telegram. Берегите себя и до встречи. Новости телеканала Дом